Здравствуйте, дорогие друзья! Я хотел бы поделиться с вами некоторыми новостями. В Новой Зеландии есть издательство под названием Stuff. Этот веб-сайт, этот сайт насчитывает примерно 2 миллиона читателей ежемесячно. И 9 марта 2021 года на этом сайте вышла статья под названием «У матери вызвало отвращение то, что ее 11-летней дочери предлагают распространять экстремистскую религиозную литературу». У этой женщины по имени Хейли Рива Серера есть 11-летняя дочь, которая подрабатывает в дистрибьюторской компании «Овату». Ее дочка разносит листовки с рекламой быстрого питания, медицинских услуг и алкогольных магазинов. Но по мнению матери, одно дело разносить рекламу алкоголя, а совсем другое – это распространять материал, который, я цитирую, «содержит теории заговора и экстремистскую пропаганду». Поэтому мать решила сжечь эти книги в печи. Далее на сайте сказано. Эту книгу Яна Маркусена распространяет независимая группа адвентистов. Эта независимая группа утверждает, что правительство Соединенных Штатов вскоре примет законы, ограничивающие свободу вероисповедания, и нападают на католическую церковь. Книги издаются организацией под названием «НСЛ Проджект». Я думаю, это проект национального воскресного закона. Издательство «Став» позвонили по номеру, указанному в книге, и им ответил человек, который представился как бренд. Он сказал, что полтора миллиона экземпляров этой книги были напечатаны и распространены в Новой Зеландии. Как же отреагировала на это наша церковь? Далее сказано, Боб Ларсен, ведущий пастор Церкви Адвентистов Седьмого дня в Новой Зеландии, сказал, что эта книга не была одобрена церковью. Церковь не принимала участия в публикации или распространении этой книги. Церковь не поддерживает и не рекомендует эту книгу. Вот официальный сайт Церкви Адвентистов Седьмого дня в Новой Зеландии. Боб Ларсен, президент Дорогие друзья, отправит ли Генеральная конференция нашей Церкви Гануна Диапа в Новую Зеландию, чтобы он защищал права людей, распространяющих трехангельскую весть? Я не думаю, что стоит на это рассчитывать. Он может объединяться в экуменических сборищах и заседать в Генеральном штабе иезуитов в Ватикане для защиты голодающих детей. Но когда в одном из самых крупных изданий в Новой Зеландии с охватом в 2 миллиона читателей в месяц, книги с трехангельской вестью называют экстремистскими материалами и теориями заговоров и публично заявляют, что собираются их сжечь, где Гануна Диап? Где этот ярый боец за права людей? Официальная Церковь Новой Зеландии уже отреклась от этой книги и от людей, которые ее распространяют. Так что Тед Вильсон со своей свитой вряд ли вам поможет. Официальная Церковь отреклась и президент конференции утверждает, что Церковь не одобряет распространение этой книги и не рекомендует ее. Другими словами, Церковь Новой Зеландии заявляет, что никому не рекомендует весть трех ангелов или весть о том, что суббота является Божьим Святым Днем, потому как именно об этом и говорит эта книга. Что же в этой книге пастора Яна Маркусена под названием «Национальный воскресный закон» такого ужасного? В своей книге Ян Маркусен раскрывает тесную связь между послушанием Богу и верой в Иисуса Христа. Эта тесная связь между послушанием и верой является центральной темой вести трех ангелов. Также автор показывает истины, записанные в книге Откровения. Он проповедует трехангельскую весть. Разве Церковь Адвентистов Седьмого Дня не верит в то, что суббота является Днем Господним? Разве наша Церковь не верит в вести, записанные в книге Откровения? Почему же руководство отреклось от этой книги и от людей, которые ее распространяют? Свидетельство для Церкви, том 5, страница 136. Когда большинство будет презирать религию Христа и пренебрегать его законом, тогда нам следует проявить наибольшее рвение и самое непреклонное мужество и твердость. Встать на защиту истины и правды, когда большинство покинет нас, вести брань Господа, когда воинов останется немного, все это будет нашим испытанием. Тогда нам придется согреваться холодностью окружающих, черпать мужество из их трусости и оставаться верными, несмотря на их измену. Поэтому, когда сегодня наша Церковь официально заявляет, что не поддерживает распространение этой книги и не рекомендует ее, поскольку эту книгу публично критикуют в средствах массовой информации, они тем самым кланяются Риму. Именно Бог, а не Ян Маркусен, дал нам вести трех ангелов, записанные в книге Откровений. Бог поместил их туда и велел нам проповедовать эти вести каждому племени, языку и народу. Поэтому Господь дарует возможность каждому из нас сегодня поделиться этой замечательной книгой со своими друзьями и знакомыми. Ссылки на эту книгу вы найдете в описании к видео. Не ждите одобрения церковного руководства. У нас есть повеление на распространение этих истин от самого Господа. Будьте верными до конца и получите винет жизни. В нашем мире попытки манипулирования человеком происходят столь часто и настойчиво, что давно превратились из разрозненных в стройную, по умолчанию принимаемую всеми как данность систему. Нам продают все, используя манипуляцию. Еду, одежду, медикаменты. Уговаривают голосовать за того или иного кандидата на выборах, сохраняя при этом некоторую видимость демократии. Неожиданно настойчиво рекомендуют изменить отношения к ранее всеми презираемым поведению, поступкам и идеологии, подкрепляя такое убеждение принятием соответствующих законов, уже обязывающих быть толерантными. Что это? Наш естественный прогресс как цивилизации? Или самая обычная, хотя и хорошо прикрытая, манипуляция ничего не подозревающим человеком, Живя во времена практически повсеместного доступа к информации, мы не только можем, но и должны ответить на эти вопросы и перестать быть просто толпой. Однако есть особенно чувствительная сфера нашей жизни, где манипуляция крайне болезненна и даже смертельна. Это религия. Миллионы людей по всей Земле горячо убеждены, что все делают правильно, и их душа может быть спокойна. Но горькая правда заключается в том, что даже в духовной сфере мы не защищены от манипуляции, если доверяемся авторитету человека. Книга «Национальный воскресный закон», предлагаемая вам сегодня, как раз об этом. Она может удивить и даже шокировать. Но то обилие фактов, которые собраны в ней, должны пробудить интерес всякого искреннего читателя. Автор буквально ведет нас за кулисы, туда, куда обычно вход строго воспрещен и где открывается неприглядная реальность. Книгу можно найти по ссылке в описании к видео, а также в сети интернет.